добрый день дамы и господа ladies and gentlemen меня зовут якоб файн также называется и мой канал основной один из трех и я рад вас приветствовать обычно мы записываемся в прямом эфире вернее мы общаемся в прямом эфире идет live stream сегодня не прямой эфир сегодня просто записываю и выложу его отдельным видео этот подкаст сегодня подкаст будет тематический поговорим о нью-йорке как вы видите у меня на груди а вы знаете что все что у мужчины выше пояса это грудь выше талии это грудь нью-йорк сегодня погуляем по карте нью-йорка надеюсь вам будет интересно может быть конечно кто-то знает может быть кто-то даже проживает в этом городе но я вам расскажу и покажу какие-то места которые я которые меня интересуют и в общем я живу в нью-йорке довольно долго и нравится мне этот город хотя конечно можно начать демократы плохо руководят и все такое но тем не менее в общем будем гулять по карте нью-йорка какое-то время если вам понравится мы разделами еще одну такую же прогулку а может быть потом как не сделаю очередную настоящую прогулку какое-то количество видео о нью-йорке я уже записывал давайте начнем издалека высоко я зашел на google и вот я вижу что я вижу кусок соединенных штатов америки довольно большой кусок а на самом деле довольно большой кусок сейчас в общем то практически все штат все штаты практически и вот нью-йорк это восточное побережье тут бермудский треугольник как вы понимаете не путать с багамами а и тут атлантийский океан выше вот этой линии выше вот этой границы находится страна по имени канада канада основные города канады это торонто вот здесь это оттава вот здесь винипег это вот здесь калгари это вот там и ванкувер это считается один из самых красивых городов канады но мы же не о канаде говорим о нью-йорке ну просто глаз зацепился вот я и рассказываю вам давайте-ка увеличим немножко нью-йорк вот он здесь вы будете смотреть на карту штата вы будете видеть где-то здесь в центре вот такая как шпилька идет наружу это лонг-айланд это такой остров где живут люди которые хорошо учились в основном и туда мы не пойдем а нью-йорк он вот он вот это здесь нью-йорк он состоит из пяти borough borough такой большой район может не четверо увидим с надписями а может и не увидим но я вам все равно покажу вот здесь вот здесь вот это это манхэттен не погодите куда я попал надо увеличить не вам не то рассказал вот манхэттен вот он манхэттен слева манхэттена гудзон речка hudson river слева от гудзона штат нью-джерси ну по крайней мере на на уровне манхэттен дальше этот штат нью-джерси это другой штат по нем мы не будем говорить сегодня хотя в нем прожил 20 лет теперь состоит из пяти borough манхэттен а именно не манхэттен здесь нью-йорк манхэттен бронкс queen's brooklyn стейтен айлон пять вот это манхэттен как я вам сказал на нем мы сегодня остановимся дальше вот здесь вот это бруклин это бруклин вот тут даже и написано бруклин для удобства севернее бруклина идет queen's queen's идет queen's тут написано queen's где-нибудь вот здесь вот это кунис к северу от манхэттена идет бронкс где-то тут написано у нас бронкс или нет ну west бронкс и тогда есть это все бронкс вот это это бронкс и вот здесь отдельным отдельным как говорится игроком выступает стейтен айланд вот он здесь это тоже остров стейтен айланд между манхэттеном и стейтен айлдом ходит ферри и тем людям которые приехали в манхэттен гуляют и думают куда бы мне пойти попасть и как бы мне подешевле что-то посмотреть я вам советую вот здесь на самом южном кончике манхэттена который вот здесь вот здесь находится находится терминал для ферри ферри это огромный такой паром ты куда-то ходит много людей и этот ферри ходит между вот этим южным кончиком нью-йорка и стоит он бесплатно этот фильм он бесплатный он идет вот так сюда вниз 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 вот это уже стейтен айл он проходит мимо статую флеберти то есть это статуя свободы когда будете ехать обратно пофоткаете много фото вот это будете видеть издалека как появляется даунтаун то есть нижняя часть нижняя часть манхэттена пофоткаетесь классно причем не будет стоить вам ничего там и буфет если хотите заглянуть буфет на эту ферри огромный ферри там сотни человек едут рекомендую но давайте не отвлекаться а будем говорить про манхэттен и так нижняя часть манхэттена это называется downtown вообще в других городах downtown означает центр города это если переводить просто down town это как бы нижняя часть города манхэттен это наверное один из немногих городов в мире где downtown действительно имеет смысл потому что это down внизу эту часть а в других вообще городах во всем мире downtown по английски это центр города если вы конечно поедете во францию будете там ездить на машине рентованной то будете видеть знаки везде центр вилла центр вилла и стрелки как туда попасть центр вилла это центр города или деревни не знаешь такое вилла наверное города а по-английски это downtown downtown манхэттен находится внизу вот здесь тут же внизу находится wall street тут же внизу находится много очень таких финансовых компаний хотя хотя их полно везде не только там но тем не менее это хороший район становится более хорошим все время все все круче и круче хотя вечером здесь пока еще не очень оживленно потому как в основном люди сюда приезжают поработать и уйти обратно домой куда пойти спать в джорси сити поезд вот здесь кстати вот здесь я жил здесь два года этот райончик слева называется battery park battery park он находится недалеко от freedom tower вот здесь стояли вот эти два близнеца которые погибли упали вот и в первом году когда они упали был ужас 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 там все было в тыли в асбексте не знаю в чем думали что все теперь в даунтауне цены резко упадут и кто туда все поедет и тогда были квартиры и стоимость квартир намного упала если бы я был умнее тогда то я бы купил там квартиру которая выросла бы раз пять наверно цена сейчас дороже чем тогда 2001 году но чтобы я был такой умный как сейчас но тогда помните про раков вчера были большие но по 5 а сегодня маленькие но по 3 так вот сегодня уже поздновато да вот это все насыпали здесь и вот здесь не было раньше насыпали огромный район довольно хороший дорогой на сегодня так что рассматривайте его когда будете покупать квартиру the battery park то есть north battery парк есть южный тройбека сохо china town весь китай город china town мосты которые идут бруклин вот они основные санну их много но самый популярный конечно это бруклин бридж который вы видите много раз кино и где попало на нем можно ехать на машине и по нему можно пройти в бруклин то есть в центре в середине моста есть такая специальная пешеходная дорожка вот это бруклин бридж тут есть пешеходная дорожка вы можете пойти туда и вернуться обратно пешком ну если вы устанете вы можете туда или обратно сесть на метро на сабвей и переехать туда вот в бруклине вот это которая здесь райончики шикарные они они тоже стали дорогими у них тут видно манхэттен лучше чем самого манхэттена как вы сами понимаете сидя в манхэттене у вас будет вид может быть закрываться но оттуда видно все хорошо дамба дамба хороший район если вы хотите снять квартиру здесь или выльямсборг но уже стало дороже тоже но одним словом есть где снять квартиры в руками опять возвращаемся не будем туда углубляться это бруклин бридж ему лет сколько ему лет 140 наверно больше красавчика особенно если ты еще подумаешь это 19 веке построили это очень восхищает манхэттен бридж вот это это бридж только для машин и для сабвея тут нету не погуляете давайте немножко увеличим чуть-чуть эту часть ловом манхэттен и все остальное значит финансовый дистрики уже он сказал wall street вот она здесь небольшая улочка вот так она идет вот здесь нью-йорк-сок-экшенж вот тут он находится вот и если тут погулять пройти чуть-чуть вперед можно попасть в чайна-таун чайна-таун можно попасть вот он здесь civic center вот это место тут всякие суды городские здесь в частности происходил суд над дональдом трампом вот совсем недавно вот это все было здесь происходило трибека сухо тоже такие трендовые места тоже дорого молодежь там любит тусить кроме того вот эти популярные места как такие как greenage village вот это все здесь это здесь greenage village и он переходит где-то я вам показываю извините я вам показываю чуть южнее чем надо да это east village вот здесь west village greenage village это такие районы где куча тусуется молодежи бары рестораны хотя рестораны здесь везде собственно вот такие вот такие дела давайте двигаться немножко на север union square это уже 14-18 улица да я вам даже не сказал хотя может вы и без меня знаете что вот так если брать вертикально или там с юга на север идут так называемые и вене еще внизу вот здесь до ловер до ловер манхэттена тут еще улица имеет название просто ну да вот west хаустан из хаустан улице а дальше уже пошли по номерам обратите внимание но вертикально с юга на север идут эвеню видите вторая и веню третьей веню есть небольшая четвертая веню короткая тоже 5 6 7 8 и так далее то есть вертикально с юга на север идут авеню более широкие они вот а пересекают их перпендикулярно стриты улице тренадцатая стрит пятнадцатая стрит шестнадцатая стрит семнадцатая стрит восемнадцатая стрит и так далее далее перед некоторыми стритами вы видите букву и русская е но это не это и ист например из 23 стрит да если мы будем идти по этой улице мы перейдем на west side вы посмотрите все что находится справа от 5 эвеню вот это 5 и виню найдет да все это 5 все что справа от нее будут идти с приставочкой ист с префиксом ист восток восточная 23 все что слева от нее одна время шульте в с 25 ст и в с 26 стрит и так далее с этой стороны это уже будет из 26 стрит и 25 стрит то есть заблудиться довольно сложно в манхэттене вы уж по крайней мере в тех местах где улицы идут по номерам если вы идете куда-то и эвеню идут по возрастанию значит вы идете на запад вот туда если вы идете куда-нибудь и номера улиц идут по возрастанию значит вы идете на север то есть но если вы знаете что такое запад и север то вы конечно сможете сориентироваться ну а кроме того в нью-йорке довольно много людей которые говорят по-русски я думаю в самом городе во время в самом манхэттене я говорю город я имею в виду манхэттен нью-йорк сири хотя вы можете сказать это город нью-йорк которым состоит который состоит из пяти боро с этим который я вам перечислял манхэттен бруклин и так далее но когда мы говорим нью-йорк сири мы в основном говорим о манхэттене да так вот в манхэттене во время рабочего дня ну я думаю наверное ходит человек может быть полмиллиона людей которые говорят по-русски если вы вдруг где-то застряли и не понимаете и не говорите по-английски хотя я надеюсь вы уже поняли что английский язык это наше все можно всегда послушать где-нибудь поставить в оживленном месте найдете кого-нибудь услышите кто-то говорит по-русски и подойдете и спросите и вам расскажут как пройти на дерибасов хотя дерибасов здесь нет да так вот двигаемся давайте здесь немножко покрутимся посередке принципе вот средняя часть манхэттена называется мид там то мы были на юге это был даунтауна если мы вернемся если мы поднимемся в среднюю часть города то это же будет мид там видите мид там манхэттен мид там west западная часть мид там из это все вот здесь вот там скажем после 30 34 улице после 23 улице это все до где-то до 60 улице это мид там после 60 улице будет аппарат мид там уже верхняя часть тоже метал он еще но верхняя верхняя часть его верхняя часть его так и что вам сказать по этой части города тоже много очень естественно и жилых зданий и очень много предприятий агр количество небоскребов зашкалывает но они большая часть и они идут как бы грубкой такой сначала грубка небоскребов стоит вот здесь вот вот нижней части города много высоченных зданий ну и здесь как я уже сказал видите вот написано wall trade center там где были близнецы а сейчас там стоит это freedom tower тут же есть мемориал тем которые погибли 11 сентября да а вот потом вот где-то вот это на этих улицах небоскребов мало они есть на так once in a while тут есть там есть но не так как густо насеянно знаете вот а потом опять где-нибудь начиная 42 улице или там даже 40 улице и туда на север вот эта вся часть количество небоскребов тоже зашкаливает зашкаливает идем дальше идем дальше это все можно гулять и мы тут обходили кучу естественно мы обходили все и если вы найдете зайдете на плейлист где я с борей общаясь он так и называется плейлист боря у меня есть такой мы записали с ним довольно много видео из каких-то видео мы гуляли по манхэттену просто и записывали к я держал iphone и он записывал мы болтали мы с ним обычно я не вы встречали здесь металл не если вниз и обходили весь даунтаун в общем гуляли часами сборе ну я без боль естественно гуляю как вы сами понимаете он же мне не папа и не мам я имею право выйти сам гулять сам да так вот металл красавчик вообще если вы будете гулять по манхэттену я вам очень настоятельно рекомендую поднимать голову once in a while ну конечно конечно имеем ввиду что вы знаете где ваш лежит кошелек и iphone или другой дорогой телефон но голову надо поднимать надо поднимать и смотреть на верхнюю часть небоскребов там может быть красивая лепка могут быть какие-то фигурки особенно конечно впечатляет то что так много лет назад и уже так строили строили такие домины но давайте возьмем здесь давайте возьмем здесь флэт айрон был вот пример если вы пойдете сюда где же этот флэт айрон делся на 21 же он был байерс нет не там почему не мило здесь не показывает только что показывали здесь не показывает вот он флэт айрон 23 23 это 5 вот здесь он выглядит а вы не видите я вам не показываю карту а сам болтай вот он флэт айрон белый он выглядит как утюг утюг это и есть флэт айрон он вот такой очень узкий в одном месте пошире в другом месте вот он сейчас under construction то есть его ремонтируют но он в лесах но все равно красавчик кстати если будете здесь флэт айрон building то вот здесь есть магазин который называется италий италий пишется не так как италия а пишется как it и эти луай это таких магазинов много по миру ну я не знаю как много но наверно штук 20 есть это красивый магазин в котором куча ресторанов итальянская еда там будет вам не спагетти и рыба и мясо и сыр и колбаса хорошие но в общем она все не дешевая но вы же приехали потратить пару копеек поэтому родители тут вот здесь когда будете наблюдать за флэт айрон узком парке везде есть во всем америке парком называется любая любая фитюлька где есть зелень там какой-нибудь вот здесь парк небольшой видите флэт айрон building покажет она нам его или нет вот он справа вот это вот это он видите какой он узкий вот этого флэт айрон building да дальше дальше теперь у нас есть ну например давайте посмотрим пойдем чуть-чуть на север по у по возрастанию номеров мы пойдем чуть-чуть на север мы увидим мы увидим им по истер building empire state building он был вообще-то он был конкурентом вернее он стал конкурентом крайслер building у крайслер где-то на 41 поближе сюда чему они его не показывают я не понимаю я просто не понимаю где же он почему не показывает крайслер building на карте ну короче он районе 42 улице вот где-то где-то здесь крайслер building был построен в 1929 году примерно и он был самый высокий тоже порядка около 100 этажей что ли но этот рекорд он удержал всего лишь два года потому что построили empire state building которым был что один этаж вот он здесь это на 34 он занимает целый квартал естественно у него наверху и смотровая площадка которая когда-то вот видите он в центре стоит вот он вот он красавчик смотровая площадка и здесь есть на восемьдесят шестом и на сто втором этаже или сто первом этаже извините вот он когда-то было самое крутое место чтобы осматривать манхэттен это уже давно не так он томите внизу виден даун там тоже кучка небоскребов тут митчан и вот это empire state building да так он был одним из самых популярных мест для того чтобы осматривать город также было тогда скажем 90-е годы вол трейд центр который разбомбили гады террористы а сейчас уже это другие другие места где вы если вы захотите посмотреть ну получить огромное удовольствие от вида на этот город сверху смотровая площадка то я могу сказать лучше лучшая смотровая площадка которую вы должны посетить отследование 43 доллара за билет но это того стоит я вам сейчас покажу grand central вот видите где 42 улица grand central это центральный называется центральный дорожный вокзал красивое здание вот и красивое здание но это он не самый главный вокзал в плане транспорт другой есть вокзал пен стейсен называется где-то вот здесь на западе вот это все сюда приходит сюда приходят поезда и здесь пен стейсен но мы отклоняться не будем вернемся обратно grand central до grand central и вот здесь прямо слева от него если вы будете по 42 улице вот вход в grand центр grand central а вот написано саммит видите сами это здание построили года два назад может быть три назад тоже огромное там сто семь то этажей не знаю уже даже сколько может 110 ну сами погуглите да так там есть смотровая площадка шикарная вход в нее прямо из вокзала там снизу вы проходите и там исход там билеты вы покупаете онлайн может быть я вам покажу сейчас вот посмотрите если вы на нее под ним в нее поднимитесь виды просто обалдемон и там кроме того они сделали там что там есть такой пол стеклянный там все так организовано зеркалами что вы можете лечь на пол и смотреть вверх смотреть вниз и смотреть на себя и она все меняется и там шары летают и в общем вы получите большое удовольствие если вы пойдете смотрите видите вот она легла и на enjoy этот эффект всяческих зеркал и ну виды балдимоны виды балдимоны всего вокруг манхэттена все вокруг манхэттена то есть настоятельно вам рекомендую есть еще в принципе место из новых из новых мест где вы можете посмотреть весь манхэттен я вам сейчас покажу его это на в сайде на в сайде мы должны пойти куда мы должны пойти вот сюда хатсон ярд хатсон ярд это такое место которое тоже построили недавно лет пять лет назад примерно пять лет назад тут построили много всяких небоскребов и вот тут есть частности здание называется edge edge край да вот у них там тоже есть у них там тоже есть смотровая площадка тоже на высоком очень этаже я там тоже был тоже хороший вид но ничего не сравнится с матильдой моей как говорится ничего не сравнится с the summit который находится в здании вандербилд идем дальше здесь что вам еще тогда весел они построили здесь такую симпатичную конструкцию вот это весел она там просто лестница вот эта лестница переходы 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 и мы просто поднимаетесь и смотрите и вам это нравится один английский архитектор и и сделал просто чтобы народ enjoy был дел и народ был дел но потом пару человек выбросились оттуда сверху и народ уже не так уже балдеет и они там поставили какие-то сеточки чтоб не легко было покончить жизнь самоубийством вы сами понимаете есть такое такие люди которые только и думают как бы откуда-то спрыгнуть вот тем не менее вот это одно из мест хатсон ярд раз уж мы пришли сюда в хатсон ярд делом еще погулять вот это здесь где мы на 34 где у нас 34 вот 34 улица тут стоят всяческие старые рельсы а в принципе принципе вот здесь витя такая зелененькая идет тоненькая зелененькая она называется в хайлайн хайлайн хай это высокий лайн это линии раньше здесь была железная дорога старая железная дорога она была поднята типа на над уровнем земли и туда с помощью поездов в манхэттен везли всяческие грузы и там продукты мясо парфюмерию все что хотите да и вот здесь в частности где вот здесь например этот район называется мит пекинг дистрицит мит пеки мит это мясо пекинг это паковать вот я говорю мясо везли сюда рыбу везли сюда а потом это железная дорога и забросили но грамотные архитекторы они придумали что вместо того чтобы просто взять разломать они из нее сделали шикарный променант и вот вы можете здесь где-то там в районе 13 улице зайти на него подняться повесить это бесплатно ничего не стоит и и ти 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 enjoy life и наблюдая налево направо аж до 34 улица вот так вы и дойдете до до хатсон ярдс тут вы выйдете погуляете зайдете на этот весел вот этот который он говорил да тут есть универсальный магазин большой там не на маркус и всякие другие fancy stores можете туда зайти тоже а потом можете идти уже сюда ближе к центру ближе к центру города вот метал здесь если сколько у нас по времени сколько я заболтать не должен посмотреть сколько я с вами болтаю подождите минутку двадцать семь минут окей еще 10 минут паволта ладно так и быть так и быть да что еще здесь симпатичненького вот 5 и 5 и 5 и вот здесь 5 они 42 улица вот здесь на углу стоит главное здание центральной библиотеки public library она бесплатно и естественно для всех и более того вы можете в нее зайти подняться на второй этаж там очень симпатичные читальные залы вот она вот здесь 5 и веню 42 вот тут стоит прямо это лабора почему эти картинки покажу мешает просто мешает поднимите сюда посмотрите на втором этаже красивый читальный зал вернитесь обратно и вот здесь за ней брайан парк видите брайан парк зелененькая такое нарисовано тоже симпатичное место можно просто гулять зимой там делают каток большой заливает летом там массовые занятия йогой перед christmas time они там за месяц где-то уже в ноябре они там строят такой вылочь winter вылажь там много всяких лавочек и продавцы продают всякую ерунду вот там 42 улица до брайн парк теперь куда еще подвигаемся да но это все из сайт соответственно я уже вам сказал от 5 веню направо справа это и сайт а слева это в сайт теперь конечно популярное место как куда лезут все туристы называется тайм-сквер вот она на начиная 42 улице и вот так на север будет там до 47 по бродвее вы идете или по седьмой улице можете идти в общем это вот это вот место это тайм-сквер там где горят все эти рекламы вечно и так далее вы наверняка вы захотите его посетить место такое супер слишком туристская но можете заходить вот кстати здесь же есть мадам часом музей мадама часов от этих восковых фигур если вам это интересно вот чуть-чуть если дальше пройти налево портусор или bass terminal это центральная автобусная станция города нью-йорка ну или манхэттена скажем так в нее у каждое утро в нее прибывает тонны тонны автобусов из нью-джерси из соседнего нью-джерси это такой sleeping район вернее ну да спальный район вообще нью-йоркцы они так свысока смотрят на нью-джерси что типа мог деревне и его называют армпит нью-йорк санты то есть подмышка нью-йорка так пренебрежительно отзывается они джессийских обитателей они же сицы имеют их в виду показывают им средний палец потому что штат официально называется за garden стоит то есть штат сад и это правда я вам говорю как житель с опытом 20-20 лет жизни в нью-джерси красавец зеленый шикарное место есть пару плохих городов есть плохих вы знаете почему не мне вам рассказывать но в основном можно жить спокойно припеваючи растить семьи и так далее вот так давайте вернемся быстренько сюда быстренько вернемся сюда что тут есть еще интересно тут все интересно я тут исходил все улицы конечно же магазина в море там на парк авеню вы же сами понимаете на парк авеню магазин в море вот где мы вы допустим если взять пятидесятую улицу где у нас пятидесятая улица 50 и парк сакс сейпсевене дальше здесь можно пройти можно пройти по тут есть на 40 в районе 48 променад кракофеллер центр вот здесь тоже высокие здания каток главная елка ставится здесь вот в общем напротив если вы станете спиной вот здесь сакс вот здесь сакс фиксевене саньте спиной пойдете сюда то вы как раз попадете к месту где стоит главная елка страны если вы попадете на крис мы ставим тоже очень красиво зим полно зима на фасаде магазина сакс фиксевене по вечерам перед крисмосом там огромные такие световые делают инсталляции свет меняется из музыка играет и народ стоит и балдеет и снимает на свой телефон можете идти и балдеть тоже там же все будем идти туда на север по парк и не по парк извините не по парк по 5 эвеню чего я нажимаю зачем это нажимаю до такой же будете по 5 меня вот видите 55 56 вообще 6 вот написано trump tower вот здесь стоит его дом трампа где у него у него много домов ну по крайней мере много домов на котором его имя он продает своими тоже но этот в этом доме на пентхаусе находится его квартира где он жил очень много лет и сейчас вот когда он он вынужден был каждый день ходить в суд он период он жил в нью-йорке опять-таки в своей башне по возле нее пока был суд стояли люди пока была пандемия и пока он был президентом там стояла стала охрана полицейская внизу но тоже в него можно зайти там внизу фойе так и так далее там есть какая-то я помню надписи какие-то связанные с трампом apple apple store в нью-йорке последний раз я смотрел было больше больше по моему чем 11 магазинов apple самый центр центровой это вот здесь пятьдесят восьмая и пятое это здесь вот здесь мы уже подходим к самому крутейшему месту в городе это центру парк центру парк этот центральный парк вот он огромный 800 акров площади будут прямо вот эти с угла можно там зайти можно здесь зайти просто идите и гуляйте опять же если погуглите где-нибудь мои старые видео я там и сам гулял и сборе гулял в общем зелено красиво чудесно отличная энергетика и так далее вокруг этого парка улицы которые идут ну вот здесь написано фейсовин она же можно сказать центр парк из центральный парк из сосис стороны вот это какая шестидесятая будет здесь это 60 улица но ее называет еще с а я же не показываю извините и вот вот она вот этот огромный парк до справа центру парк из внизу на юге центру парк соус а слева центру парк вест вот и заходите хоть с этой стороны хоть с той стороны можете гулять пока не устанете можете перейти с восточного на западная западную часть города и гулять там дальше это место вот здесь районе 60 улиц называется линкольн центр вот здесь там большое количество концертных залов там метрополитен опера оперный опер там балет много всего там есть интересно погулять тоже тоже неплохо хотите кстати вы можете гулять и здесь вы можете гулять здесь вдоль гудзона на север идти и так далее вот ну это уже все вот 70 70 это все upper west side в данном случае а с этой стороны будет upper east side american museum of natural history если вы хотите смотреть все эти вот скелеты динозавров и другие полезные вещи это вам сюда с этой стороны если вы пойдете с этой стороны парка с этой стороны парка вот здесь есть тут есть музей метрополитен музеем вот тут есть так называемая где-то вот здесь музейная музеем smile они ее называют и здесь метрополитен музеем и другие музеи там есть что еще вам показать да если если вы решите идти дальше на север выше 110 улице я вам не рекомендую особо гулять 125 улица это уже горлем хотя днем там ничего но вечером не очень а дальше уже пойдет чуть дальше уже пойдет бронг но туда уже можно не гулять скажу вам честно а здесь да в районе 110 улица где-то нет 115 улица columbia university вот этот колумбийский университет где были недавно волнения связанные с глупейшими протестами за палестину людей которые поддерживали палестину вообще надо заметить что у много очень церквей всяческих а я вам верну туда его должен вернуть обязательно к просмотру saint patrick's cathedral saint patrick's cathedral находится на 51 и на 51 и 5 показанном здесь или нет не вижу чтобы он был показан но я вам покажу все равно 5 и 5 работам видите saint patrick's cathedral в центре вот здесь я не хочу выводить мышкой в что она меняет картинку вот здесь сакс вот здесь променад и здесь вы увидите главную елку а вот здесь saint patrick's cathedral занимает целый квартал огроменный красивейший католический собор ну то есть it's a must то есть сюда надо идти обязательно так что у нас со временем со временем мы видим что я с вами болтаю давным-давно а именно 37 минут ну давайте еще пару минут карт по карте пальчиком поводим много искусных мест естественно и есть дешевые есть дорогие хотя больше дорогих но если вы поищите особо на районе тайм-сквер вы найдете там one dollar пицца такого уже много лет нет чтобы пойти взять слайс кусочек один пиццы за один доллар правда без ничего наверху кроме как томатная паста но еще сохранились нью-йорке места где за доллар можно купить слайс хотя в основном это будет больше чем доллар есть много всяких закусочных много всего там есть много всего там есть если вы вдруг окажетесь на и сайт в районе 59 улице вот здесь то есть ходит такой как это называется ну-ка он как гандала которая весь подвесная подвесной вагончик он ее отсюда и идет на рузвелт айланд этот остров который внутри стрел я вам наверно не сказал что манхэттен слева огибается hudson river good зоном а справа и стрелы то есть то здесь можно сесть по моему там билет стоит столько же сколько на собой на метро 275 есть можно приехать сюда пофоткаться находясь в этом вагончике и вернуться обратно вот метро в городе ходит к естественно метро огромное в манхэттене по моему 470 станции метро стоит они 27 2 доллара 75 центов за поездку я не знаю во всех ли станциях или нет но большинстве наверно уже давно поменяли убрали необходимость покупать карточку метро карта если у вас есть кредитная карточка то вы просто дотрагивайтесь до вот этого там где турникеты и вас пропускают снимает с вас на 75 с вашей кредитки и вы идете дальше специально покупать не надо ну вот так и я не знаю если честно я бы хотел чтобы вы мне написали в комментариях понравилось вам не понравилось вам если у вас есть вопросы какие-то по прогулкам по манхэттену я конечно не турагент я дилетант уже знаете и в этом тоже но я как бы ногами исходил довольно много в этом чудном городе и может быть я вам отвечу задавайте вопросы по нью-йорку если хотите смогу отвечу не смогу скажу честно звоняйте дядьку я не знаю я не знаю як вами повесты понимай ну вот спасибо что приходили извините что нашумел оставляйте комментарии всего вам наилучшего будьте здоровы мирного вам неба enjoy the new york city